Кто-то подтянется. Я кратко сначала прокомментирую задачу номер 20, про пропуск, в принципе, с ней... А, мы ее просто не проверили, это удобно. Но, наверное, я сегодня увижу Дмитрия Сергеевича, попрошу как-то, чтобы чуть быстрее все проверилось. Но в ней, что запомнить полезно, там оказывается, что нужно... Есть два слоя с разными диэлектрическими проницаемостями, эпсилон-1 и эпсилон-2. Нужно посчитать с помощью метода матрицы переноса отражение для волны, падающей слева, для волны, падающей справа, и пропускание слева направо и справа налево. Ну вот, если все сделать правильно, то у вас получится, что Т слева направо равняется Т справа налево. Причем это будет всегда. Есть в системе поглощения, нет в системе поглощения. Это связано, ну, если угодно, то с той же самой взаимностью, которую мы с вами обсуждали. То есть, если вдруг вы помните, когда-то давно была задача про функцию Грина в среде, для которой нужно было там показать взаимность или показать, что G α β от R1 R2 равняется G β α от R2 R1. То есть, источник в точке 2 на детектор в точке 1 действует так же, как источник в точке 1 на детектор в точке 2. Ну, так это то же самое. То есть, то, что пропускание слева направо равно пропусканию справа налево, это, по большому счету, то же самое свойство симметрии функции Грина. Слева направо и справа налево проходит одинаково. Отражаться может при этом по-разному, потому что здесь же вот в этой формуле не сказано, например, что здесь именно пропускание слева направо, здесь не про отражение. То есть, если у вас система не обладает зеркальной симметрией, то коэффициент отражения, в принципе, может отличаться, если волна падает слева и волна падает справа. Дальше, если вдруг в системе нет поглощения, то мы знаем, что T по модулю в квадрате плюс R по модулю в квадрате равна единице. Но T у вас всегда равны. Есть поглощение, нет поглощения, неважно, T равны. Поэтому, если им эпсилон 1 равно им эпсилон 2, тогда, видимо, модуль R слева в квадрате равен модулю R справа в квадрате. Если им эпсилон 1, да, ну и равны нулю еще, естественно. Если им эпсилон 1 или им эпсилон 2 не равны нулю, тогда, в принципе, могут отличаться коэффициенты отражения слева и справа. Ну и если есть зеркальная симметрия, то, конечно, тогда, если в системе есть зеркальная симметрия, то коэффициенты отражения тоже равны. Но, в принципе, может быть такая ситуация, что коэффициенты пропускания слева направо и справа налево одинаковые, а коэффициенты отражения отличаются. Вот такое чудо. Потому что равенство коэффициентов пропускания не требует симметрии в системе, не требует отсутствия поглощения. Это просто свойство взаимности, если угодно, ну или там свойство симметрии функции Грина. Игорь, здравствуйте. Вот, это было про двадцатую задачу. Двадцать первая, которая на сегодня требует рассчитать закон дисперсии в фотонном кристалле слоистом. Там эпсилон один, эпсилон два, эпсилон один, эпсилон два. Ну и его нужно рассчитать тремя способами. Один – это метод матрицы переноса. Вы его уже освоили, он у вас уже набит, эти матрицы переноса, по идее, где-то в компьютер по ходу решения двадцатой задачи. То есть вы можете первым способом ее решить. Это косинус КД равен половину следа матрицы переноса. Это честный способ. Второй способ – это метод эффективной среды. И он будет работать на малых частотах. То есть это К, это омега к С на корень из эпсилон эффективная. Ну и третий способ – это, по сути, разложение. Вот там, где пишется в лекциях про двухволновое приближение, подразумевалось нечто иное. Но с точки зрения этой задачи достаточно просто воспользоваться разложением формулы 1 вблизи бреговской частоты. То есть у вас там косинус КД – это половина следа матрицы переноса. Ну вот то, что мы от вас в этой задаче хотим, это воспользоваться формулой типа КД минус Пи в квадрате. Это что там? Омега минус омега бреговская. Омега бреговская в квадрате. Минус что-то в квадрате. Ну вот это что-то мы писали на лекциях в прошлый раз. Я сейчас просто ошибусь. Но это есть и в Ютьюбе, как теперь модно, в записи OneNote. Я хочу, ты думаешь. За прошлый раз. Так, о, за прошлый раз. Хорошо. Вроде бы это все по задачам. И мы потихонечку сейчас перейдем от слоистых сред к резонаторам и волноводам. То есть тема сегодняшней лекции – это резонаторы и волноводы. Но смысл какой? Если у вас есть слоистая среда, из нее можно сделать зеркало бреговское. Если вы возьмете два бреговских зеркала, то вы можете между ними фотон запереть. И это хорошо. У вас там будет большое электрическое поле. Не знаю, можете на этом делать какой-нибудь лазер, светодиод, еще что-то. Можете сконцентрировать электрическое поле в какой-то области. Ну и я немножко поговорю про разные способы, как сделать резонаторы и волноводы. Наверное, есть все эти три способа. Они будут отличаться чем? Они будут отличаться зеркалами. Но есть в целом три минимум способа сделать какое-то зеркало. Первое – это взять кусочек металла. Это самое простое. Такое зеркало будет хорошо отражать. В принципе, наши такие обычные зеркала, они как раз так и сделаны, бытовые. Но все-таки там коэффициент отражения немножечко отличается от 100%, потому что есть потери, есть поглощение в металле. То есть второй способ сделать, то есть первое, давайте здесь я где-то начну писать, зеркала. Ну, первое – это металл. Все бы хорошо, но есть поглощение. Второе – это брэдовские зеркала. То есть можно растить пару материалов, у которых диэлектрики или полупроводники, они ничего не будут поглощать в нужной нам спектральной области. Это хорошо, сразу нет потери на поглощение. И даже если в них немножко отличаются показатели преломления, то можно взять много пар повторяющихся и добиться большого коэффициента отражения. Ну, скажем, берете 100 нанометров галлии мышьяка, 100 нанометров алюминий галлии мышьяка и чередуете их так. Берете 30 пар. Ну и такие 30 пар будут уже отражать лучше, чем кусочек металла, потому что поглощения там не будет, а за счет толщины можно набрать большое отражение. Еще одно достоинство брэговских зеркал – их можно растить единым махом, то есть их можно растить из тех же материалов, из которых вы будете делать активные слои. Ну, нельзя вырастить, например, слой полупроводника, а на нем сразу без дефектов слой металла, а потом еще слой полупроводника. У вас обычно металл все испортит, у металла другая постоянная решетка, другая химия, там не будет согласованного роста. А на системе галлии мышьяк-алюминий галлии мышьяк, ну вот за что Жарис Иванович в свое время Нобелевскую премию получил, можно растить согласованные такие материалы, ну и за счет этого интегрированно делать на одном и том же чипе, если угодно, на одном и том же образце и активный слой, и зеркала. Ну и третий способ – это полное внутреннее отражение. Не знаю, ПВО – полное внутреннее отражение, то, как работает оптоволокно. Хорошо. Ну и вот это способы сделать зеркала. Давайте немножечко поговорим про то, как будет свет проходить через резонатор, вообще как устроен резонатор. Ну, собственно, резонатор – это два зеркала с каким-то расстоянием между ними. Ну и обычно про такой вот плонарный резонатор у меня нарисован, зеркало 1, зеркало 2, ну и между ними есть какое-то расстояние. Что интересно подумать про резонатор? Интересно посчитать коэффициент пропускания света. Я думаю, что та мысль, которую я сейчас буду рассказывать, у вас уже была где-то на квантовой механике, если вы говорили про резонансное туннелирование. Но, по-моему, она важная, и ее лучше лишний раз повторить. Смотрите, давайте изучим, как свет проходит через резонатор. Ну, вот, по идее, проходить через резонатор не должно ничего. Почему? Ну, вы взяли зеркало. Зеркало у вас бреговское, металлическое, не так важно. Оно по определению пропускает плохо. Оно хорошо отражает, но пропускает плохо. Поэтому через одно зеркало уже проходит мало. То есть, есть какой-то коэффициент пропускания зеркала t, и он по модулю много меньше единицы. Теперь вы ставите два зеркала подряд для надежности. Ну, тогда через два зеркала, по идее, должно пройти еще меньше, чем через одно зеркало. То есть, не знаю, если вы поставили две железные двери, то, наверное, вероятность, что пройдет враг через две железные двери, она меньше, чем через одну железную дверь. Ну, вот оказывается, что благодаря волновым свойствам света картинка немножко интереснее. То есть, давайте изучим пропускание света через вот такой резонатор с двумя одинаковыми зеркалами. Ну, и начнем с самого простого. Действительно, чтобы пройти через два зеркала, нужно пройти через первое зеркало, через второе, и через промежуток между ними при этом наберется фаза, связанная с расстояниями между зеркалами, пусть тут проницаемость епсилон, наберется фаза омега корень из епсилон d к c. Замечательно. То есть, вот такой вклад в коэффициент пропускания. Прошли через первое зеркало, набрали t, через второе зеркало t, ну, и посередине было e в степени eφ. Но чего мы при этом не учли? Мы при этом не учли, что можно как бы не сразу пройти через два зеркала, а сделать некоторую передышку по дороге, отразиться вот сначала от второго, так вот разочек отразиться еще раз, и потом пройти. То есть, нужно прибавить еще такой путь, когда мы два раза отразились от стенок. Ну, и чем он отличается? Во-первых, набежит еще по одному коэффициенту отражения. Ну, вот раз коэффициент отражения в этой точке, и в этой точке коэффициент отражения. И путь, который мы прошли, уже это не фаза φ, а фаза 3 φ, потому что мы прошли, ну, вот один, два, три, четыре, от одного к двум, от двум к трем, от трем к четырем. Мы три раза прошли через резонатор, набрали фазу 3 φ. Ну, и по идее нужно просуммировать все такие пути. То есть, это что мы делаем? Мы считаем коэффициент пропускания, суммируя все возможные способы фотону пройти через два зеркала. Могли бы мы это делать как-то иначе. Могли бы, например, сшить волны внутри и снаружи резонатора. Могли бы воспользоваться методом матрицы переноса. Вы теперь специалисты уже, то есть, в принципе, можно и методом матрицы переноса получить то же самое. Ну, вот мне кажется, поучительно найти коэффициент пропускания, просуммировав такую геометрическую прогрессию. То есть, если мы хотим найти полный коэффициент пропускания через резонатор, то нужно взять t квадрат e в степени и фи плюс t квадрат r квадрат e в степени 3 и фи. Ну и плюс, давайте еще одно слагаемое напишем, t квадрат r в четвертой e в степени 5 и фи плюс и так далее. Ну и все это вместе, как это, можно просуммировать. Ну и видно, что это геометрическая прогрессия со знаменателем r квадрат на e в степени 2 и фи. То есть, получается, t квадрат e в степени и фи, а здесь единица минус r квадрат e в степени 2 и фи. Ну и что видно? Видно, что все вот такие пути могут складываться и могут интерферировать конструктивно. То есть, что это означает? Что, конечно, на одном проходе наберется мало. Но если ваша фаза фи, например, близка к 2 пи, то вот эти все вклады будут в фазе, даже если 2 фи близко к 2 пи. И тогда получается, что все эти вклады, они как бы по отдельности-то маленькие, но их много, их бесконечно много. То есть, t у вас маленький, но вкладов много. Ну или иными словами, у вас числитель маленький, числитель соответствует просто однократному проходу, но в знаменателе вот это вот r квадрат e в степени 2 и фи может быть примерно единицы. Тогда в знаменателе у вас тоже маленькое число. Поэтому нельзя говорить, что просто за один раз ничего не прошло, значит, и суммарно ничего не прошло. Нужна какая-то аккуратность. Ну, давайте попробуем чего-то здесь сделать. То есть, видно, что у нас интересно будет, если набег фазы двойной, если два раза вот так вот обойдя резонатор, волна придет в той же фазе. То есть, если на какой-то частоте омега с ноликовой у нас фаза – это π, 2π, 3π и так далее, тогда на этой частоте пропускание будет большим. Ну и можно как-то эту мысль попробовать развить. Можно, например, так написать. Можно сказать, что φ от омега – это есть mπ плюс омега минус омега с ноликовым на корень из эпсилон Д к С. То есть, что я сделал? Я просто разложил фазу в ряд Тейлора вплоть до линейных слагаемых вблизи омега равного обе с ноликовым. Вот ровно на омега с ноликовым у нас mπ. То есть, мы, пройдя два раза, наберем 2 mπ фазу, ну и, значит, интерференция конструктивна. А теперь я хочу фазу разложить вплоть до линейных слагаемых. Ну и тогда что мы получим? Давайте вот это разложение подставим в наш коэффициент пропускания. В числителе у нас будет… Давайте пока ничего не будем писать для скорости. Будет e в степени и φ. А вот в знаменателе нужна аккуратность. Нужно как-то разложить e в степени 2 и φ вблизи 2 φ, равного 2π. То есть, что я напишу? Я напишу как-то так. Единица минус r в квадрате. А здесь, ну, наверное, 1 плюс 2 и здесь φ минус mπ. Правда? Экспоненту, ну вот проще всего считать, если это mπ вообще нулю равно, тогда как-то совсем легко получается. Тогда e в степени 2 и φ – это единица плюс 2 и φ. Но на самом деле мы раскладываем не вблизи нуля, а вблизи вот этого mπ. Ну, или можно написать так. Это есть t в квадрате e в степени и φ. А в знаменателе у нас 1 минус r в квадрате минус 2 и r в квадрате омега минус омега с ноликовым. С на корень из эпсилон d. Сейчас я немножко линию эту уберу. Так, беда. Беда. На корень из эпсилон. Так, нет, не здесь. Вот, на корень из эпсилон d. Хорошо, вот мы получили такую замечательную формулу. Теперь давайте что-нибудь с ней хорошее сделаем. Давайте, например, считать, что у нас в резонаторе в зеркалах нет поглощения. Ну, если оно большое, то зачем нам такие зеркала? Пусть считать, что в резонаторе в зеркалах ничего не поглощается. И давайте более того считать, что t и r вещественные. Вот, что на той частоте, где у нас достигается условие конструктивной интерференции, у нас t и r вещественные и в зеркалах нет поглощения. Ну, тогда t в квадрате плюс модуль r в квадрате равно единице. Это условие того, что нет поглощения. А я даже и сильнее скажу. Я скажу, что вот прямо вот так вот можно написать на частоте омега ноль, убрать модуль. Ну, и тогда становится вообще хорошо. Да, а еще у нас, наверное, опять же, резонатор хороший. Наверное, r в квадрате... Так, это мы пока задвинем все. Наверное, у нас r в квадрате близко к единице. Почему? Ну, опять же, это резонатор. Он сделан из хороших зеркал. Зеркала плохо пропускают и хорошо отражают. То есть, поэтому вот такие замечательные условия нам сейчас позволят все упростить. То есть, что я делаю с этой формулой? Я ее заменяю на t в квадрате е в степени и φ. Ну, а здесь у нас 1 минус r в квадрате – это t в квадрате минус 2i. А вот здесь как бы у меня уже омега минус омега с ноликом маленьким, поэтому мне не нужно учитывать отличие r в квадрате от единицы. Это что ли следующий порядок малости. Ну, вот такая замечательная формула для коэффициента пропускания через два зеркала. Теперь смотрите, как у нас интересно получается. Значит, это все коэффициент пропускания через два зеркала. Что видно? Видно, что если мы светим ровно на резонансной частоте, если омега равно омега с ноликом, то по модулю коэффициент пропускания в точности равен единице. Вот такое чудо. То есть, у нас через одно зеркало проходит очень и очень мало, но за счет того, что между двумя зеркалами можно сделать передышку и набрать много многократных прохождений, коэффициент пропускания на частоте омега ноль почти единица. Ну, просто видно сейчас по нашей формуле, вот здесь омега минус омега с ноликовым – это нолик, тогда в числителе t в квадрате на какую-то фазу, и в знаменателе t в квадрате. То есть, можно написать, наверное, какой-то такой ответ для квадрата модуля уже коэффициента пропускания, ну и он будет устроен так. В числителе будет t в четвертой, а в знаменателе будет t в четвертой плюс 4 омега минус омега с ноль в квадрате, c в квадрате, епсилон d в квадрате. Хорошо, такая замечательная формула. Ну и видно, что это Лоренц с максимумом на частоте омега ноль. Собственно, здесь у меня даже рисунок заготовлен, как вся эта конструкция должна работать. Вот наш Бреговский резонатом. Зеркало, зеркало, промежуток между двумя зеркалами. Теперь мы работаем в области стоп-зоны Бреговского зеркала. То есть, коэффициент пропускания зеркала, у него есть вот такая полочка. Это запрещенная зона фотонного кристалла. Коэффициент пропускания одного зеркала. Ну вот он, коэффициент отражения. Ну а коэффициент пропускания, соответственно, резонатора очень маленький. Не резонатора, а одного зеркала. Вот этот коэффициент пропускания t. Вот я его построил. Он экспоненциально маленький в области стоп-зоны Бреговского зеркала. То есть, через одно зеркало почти ничего не проходит. Ну и теперь вопрос. Через два зеркала что будет? Ну вот через два зеркала будет резонансный пик пропускания. Согласно формуле, которую мы написали. То есть, у нас внутри всей этой стоп-зоны фотонного кристалла почти ничего, почти нигде проходить не будет. За исключением узкого пика, вот шириной примерно c на пропускание одного зеркала в квадрате поделить на d корень из эпсиона. Здесь очень важно, что пик узкий в меру того, что маленькое пропускание одного зеркала. То есть, вот эта вот ширина пика резонансного пропускания, она пропорциональна t в квадрате. Ну и это, что ли, некоторое интуитивное объяснение. Смотрите, если вы поставили две железные двери вместо одной, у вас, конечно, где-то будет пик резонансного пропускания. Но он будет маленький, узенький, в меру узости, в меру малости пропускания через одну дверь. То есть, у вас, если взять сколь угодно два толстых зеркала, то будет, конечно, где-то резонансное пропускание, но оно будет на сколь угодно узком диапазоне частот. Ну, поэтому интегрально мало что пройдет. То есть, это некоторое должно нас примерять как-то с действительностью. Ну, если бы, наверное, везде бы много проходило через два зеркала, было бы очень странно. А так получается, что через два зеркала может пройти больше, чем через одно, но только в очень-очень узком интервале частот. И узость интервала частот, как раз ширина интервала частот пропорциональна коэффициенту пропускания через одно зеркало. Вот такая история про резонансное туннелирование. Теперь, может быть, я попробую ту же самую историю, но проговорить как-то иначе. Вот что может быть основная мысль этого курса, не имеющая вообще никакого отношения даже к электродинамике как таковой? Если вы изучаете коэффициент пропускания, коэффициент отражения или поляризуемость какой-то среды и видите в нем резонансы, это неспроста. Это, наверное, значит, что вы возбуждаете какие-то собственные моды системы. Ну и вот посмотрите, если на наш коэффициент пропускания, в нем есть резонанс. Собственно, вот этот пик резонансного прохождения. Наверное, его можно интерпретировать как возбуждение какой-то собственной моды системы. То есть можно что сделать? Можно посмотреть, когда вот знаменатель этого коэффициента пропускания обращается в ноль. Ну и видно, что единица на Тау равняется нулю. Значит, частота равняется омегас 0 со звездочкой минус ИСТ в квадрате на 2 на Д. И, наверное, корень из эпсилума в знаменателе. Это частота, при которой у нас в коэффициенте пропускания в знаменателе вообще ноль. Я, может быть, вас спрошу, а то у меня какой-то слишком долгий монолог. Скажите, пожалуйста, а вот почему эта частота мнимая, не мнимая, а комплексная? Какой физический смысл мнимой части вот этой резонансной частоты? Ну, вещественная часть, по-моему, звездочка лишняя, вещественная часть – это, собственно, вот эта наша омега 0, она же Бреговская, это понятно. А вот откуда мнимость берется, какой в ней смысл? То есть, казалось бы, есть… Может, это связано с КАЗЭТ, который мнимый у нас. А где у вас КАЗЭТ мнимый? Значит, не связан. Нет, смотрите, у вас как бы КАЗЭТ, у нас бывал с вами КАЗЭТ мнимым, но и он у нас даже будет сегодня еще мнимым, там через минут 20. Но пока у нас по нормали все распространение, поэтому внутри слоя у нас КАЗЭТ точно не мнимая. Вот в каком-то смысле вы правы, я не знаю, это ли вы имели в виду, но вот на Бреговской частоте КАА Блоховский в фотонном кристалле, он, конечно, комплексный, потому что волна вглубь как бы затухает. То есть, если вы рассчитаете, что там, КАА Блоховский от частоты, это ваше ДЗ на сегодня, поэтому, собственно, вам это легко проверить будет, он будет устроен как-то так. Так, раз, раз, это, так, я что-то рисую здесь все наоборот, извините, это частота, это КА, это омега, ну то ли омега 0, то ли омега Бреговская, и вот на частоте, и как бы вот внутри этой запрещенной зоны, у вас КАА в фотонном кристалле действительно будет иметь мнимость. Это и означает, что волна, как бы когда проходит через Бреговское зеркало, вглубь затухает за счет Бреговской дифракции. То есть, если вы это имели в виду, то это, конечно, ну в каком-то смысле связано. Но, может быть, как бы хочется какую-то более услышать мысль, которая не связана с деталями, как устроено Бреговское зеркало. То есть, если бы это было не Бреговское зеркало, а металлическое, ну, не знаю, там бы вообще непонятно. Пусть у вас просто все, что вы знаете про резонатор, что у него есть два зеркала, которые очень слабо пропускают, потому что это зеркала. Теперь вы нашли коэффициент пропускания через резонатор и начали изучать его резонансы. Ну, вот у вас нашли резонансную частоту, но она почему-то оказалась комплексной. И вот откуда, какой смысл этой комплексности? Может, что она падает, частота у нас? Что значит падает? Ну, уменьшается. Как-нибудь такое. Нет, ну, кто-то, наверное, точно уменьшается, но, как бы, частота, вот, я могу иначе спросить, может быть, даже более простой, а может, более сложный вопрос, не знаю. У нас здесь получилась мнимая часть частоты меньше нуля. Хорошо ли это, как бы, вот, если бы она получилась больше нуля, например, это было бы лучше или хуже? Ну, вы имеете в виду, что это, что мнимая часть – это поглощение или усиление, и у нас получилась усиливающаяся волна? Сейчас, так у нас получилась усиливающая или поглощающая? Поглощающаяся. Сейчас, там Е в степени минус и омега Т, поэтому, если положительная часть, то это поглощающаяся. У нас, вроде бы, получалась усиливающая тогда, нет? Сейчас, давайте смотреть. Минусы на минусы – это… Давайте я Т большое напишу. Минусы на минусы, я понимаю, утро понедельника, но, вроде бы, это минус. То есть, вроде бы, это есть… Хорошо, тогда все хорошо, ладно. Ну, тоже, слушайте, как бы хорошо-то хорошо, но… То есть, я согласен, что если бы у нас усиление получилось, то это было бы как-то совсем подозрительно, потому что непонятно, кто у нас что усиливает. Усиливающей среды у нас нигде тут нету. Но… А поглощение, то мы же специально говорили, что берем резонатор без зеркал. Без поглощения, извините. Берем зеркала в резонаторе без поглощения. Вот я даже писал формулу тут. Поглощения, вроде, никакого нет в системе, а что-то затухает. Какой физический смысл этого затухания? То есть, хорошо, что затухает, а не возрастает. Если бы возрастало, ну, значит, была бы ошибка в знаке. Но откуда оно затухает, если зеркала в резонаторе не поглощают и вообще ничего тут нигде не поглощает? То есть, там им эпсилон равно нулю. Откуда что-то у нас может затухать? Какого в этом затухании смысл? Того, что оно бьется об стенки? Это хорошая мысль, но я ее не… И как бы ее, и что бьется, и что, и почему она затухать должна при этом? У нас будет, как это, помните, у нас была такая картинка, когда у нас она залетает в среду и вылетает немножко с разностью. Это хорошо, вы говорите. Значит, мы действительно обсуждали этот эффект кого-то, Гуса Хэнхен, но там было полное внутреннее отражение. Она залетала, и так вот, вот такая картинка. Но здесь-то у нас вроде бы по нормали вообще все происходит, и нет никакого полного внутреннего отражения. То есть пробьется вы как-то… Это какое-то правильное направление мысли. Но вот этого эффекта Гуса Хэнхен я не очень понимаю, при чем он тут. Можно пытаться думать… Да, Игорь. Может, у нас насыщаются там эти резонансные состояния как-то? Какие резонансные состояния? Сейчас, а что значит насыщаются? Насыщаются – это обычно нелинейный какой-то эффект. Не знаю, увеличивается энергия между слоями, и там падает какие-то эффекты отражения почему-нибудь. Ну, это вы изучаете, описываете эффект нелинейной оптики какой-то. Он, наверное, существует, но мы его явно не учитывали. Нет, вот Маня хорошую мысль очень говорила, что бьется о стенке. И вот ее бы как-то капельку, эту мысль, развить, вот когда волна отражается от стенки. Что происходит там, не знаю, с законами сохранения энергии, еще с чем-то. Мы нашли какую-то моду. Она живет в этом резонаторе, но почему-то может затухать. Почему она может затухать? Вот такой вопрос. Даже хотя она не поглощается. Энергию теряет. Да, это вы правильно говорили. Ну, это вы как бы утверждение, ну, как вот этот вот анекдот про программиста и волшебный шар. Фу, воздушный шар. То есть ответ совершенно точный, но он как бы полезный, но его бы развить еще. Ну, вот, то есть почему он теряет энергию? В какой момент волна может потерять энергию, если она в этом резонаторе бьется от стенки? При повороте. Да, правильно. За счет чего она может при повороте потерять энергию? Как бы все, вы вообще почти все сказали. Вот не хватает какой-то последней такой вот завершающего мысли, за счет чего волна при повороте от стенки теряет энергию. В резонаторе с зеркалами. В принципе, это даже нарисовано вот на этой картинке, то есть, ну, вот на верхней. Там даже это как-то нарисовано. То есть, вот, если бы резонатор был бы иде... Это угла? Ну, смотрите, угол же здесь это артефакт рисунка. Вот, если бы, ну, то есть, вот то, что она тут вниз немножечко, это я так нарисовал. Вот, если бы резонатор был бы идеальный вообще, вот совершенно идеальные зеркала. Как бы эта вся жизнь поменялась? Ну, мнимой части, наверное, бы не было. Вот. А чему пропорционально... Теперь давайте смотреть на все буквы во мнимой части, значит, по очереди. Что бы в них поменялось для идеального резонатора? То есть, вот мнимая часть... Ну, полу равен, наверное, нулю. Хорошо. Так вот вы теперь вообще все сказали. То есть, значит, наверное, мнимость берется из-за Т. Ну, у нас это написано, в принципе. А как бы что это означает, что мнимость из-за Т берется? Ну, она как бы наружу выходит, правда? Да. То есть, у нас энергия в резонаторе теряется просто из-за того, что волна может уходить наружу. То есть, вот это вот затухание, это что ли радиационное затухание. Вы как бы ее внутрь посадили, если бы зеркала были бы идеальными, если бы Т был бы нулем, она бы, конечно, не выходила. Но это такой патологический случай, потому что и ширина бы этого пика в резонаторе была бы равна нулю. Ну, то есть, вы бы ее и не возбудили, этот пик никогда. Вы бы его никогда не почувствовали. Он был бы конечной высоты, но нулевой ширины. То есть, это даже хуже, чем дельта-функция. У дельта-функции площадь сохраняется, а тут бы и площадь была равна нулю. То есть, этот пик, эта ширина, она связана с тем, что волна может выйти из резонатора. Можно ли как-то понять, не знаю, очень по-простому, почему именно, вот давайте я так попробую сказать. Пусть ваш коэффициент пропускания, Т в квадрате, равен там, не знаю, одному проценту. Ну, тогда волна бьется о стенки резонатора. Сколько раз ей нужно удариться о стенки, чтобы выйти наружу? За один раз она чуть-чуть выйдет наружу. А чтобы так существенно выйти наружу, сколько раз надо удариться о стенки? Наверное, сто раз. Да. Что-то, Филипп очень уверен, что-то подозрительно, что-то не так. По другому поводу. Как-то она, наверное, будет выходить, уменьшаться на один процент от того, что осталось. Поэтому не сто раз. Ну, хорошо, но это мы с вами изучаем при мудрости функции логарифм. Но порядка единицы на Т в квадрате, правда, может быть, 50, может быть, 150. Но очень грубо, как бы там, не знаю, половину своей энергии она потеряет за время порядка, ну, за какое время? Наверное, оно будет единиться на Т в квадрате на время однократного прохода. Ну, время однократного прохода – это, видимо, 2πdc корень из эпсилон. Вот что такое. То есть это время одного прохода, а это число проходов, которые должны произойти, чтобы какая-то заметная доля потерялась. То есть, конечно, правильно совершенно. Да, Игорь? А не должно? А может быть, без π? То есть у нас же, вроде бы, просто расстояние между зеркалами d? Да, наверное, без π. Вы правы, вообще, π здесь как-то ни при чем. Ну, можно обсуждать 2 или 2π, то есть 2 или не 2, потому что это либо двухкратный проход, либо однократный, но действительно вот какое-то такое время. И это то время, которое, если вы как-то накачали резонатор, волна в нем будет жить. Ну, и обратное этому времени – это ширина этого нашего пика. Просто по соотношению неопределенности. Если время, в которое волна проведет в резонаторе, оказавшись там, это Т со звездочкой, ну, значит, единица на Т со звездочкой – это спектральная ширина соответствующего пика. Ну, вот как-то так. Можно еще ввести добротность резонатора. Ку – это есть вот эта вот ширина, это есть омега-ноль поделить на то ли на дельта омега, то ли на 2 дельта. Ну, наверное, просто на дельта омега. Или единица на 2Т в квадрате. Это число циклов, за которые колебания в резонаторе уменьшатся в Е раз. То есть волна там походит, 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 и, наконец, выйдет. Какая-то такая история. То есть я попробую сформулировать так. Мы искали резонансную частоту нашего резонатора. Резонансная частота оказалась комплексной. Мнимая часть частоты – это затухание. Какое затухание? Ну, это радиационное затухание, которое описывает туннелирование, если угодно, фотона через зеркала резонатора наружу. Туннелирование слабенькое, слабенькое в меру маленького коэффициента пропускания, поэтому фотон долго проживет в резонаторе. Поэтому резонансный пик будет узеньким. Ну, иными словами, можно так сказать, что если вы посветите на резонатор, то электрическое поле, мощность, точнее, вот вы светите там, не знаю, r в секунду с какой-то мощностью, теперь интенсивность поля внутри резонатора будет больше. будет больше в добротность раз. То есть, если у вас добротность 100, то у вас поле в резонаторе будет, интенсивность в резонаторе будет в 100 раз больше квадрат поля, чем снаружи. Вы можете внутри накопить большую энергию. Для этого, собственно, и делается резонатор, потому что там будет волна накапливаться, выходить оттуда будет плохо. Здесь нету никакого парадокса с законом сохранения энергии, потому что мы не изучаем, что ли, переходный процесс. Вы начали светить на резонатор. В момент времени ноль у вас там нету никакой энергии внутри моды. Теперь за какое время энергия там наберется? Ну, вот ровно за то же самое, за которое она высвечивается. То есть, если у вас добротность резонатора очень высокая, вам нужно очень долго светить через эти зеркала, чтобы туда накачать что-то. Но зато вы сможете накачать много. Если добротность резонатора низкая, ну, вы как бы мгновенно там сможете накачать, но мало сможете накачать. Какая-то такая история. То есть, в резонаторе вы можете усилить поле, Усилить вы его можете в добротность раз. Добротность – это просто обратный коэффициент пропускания. Но если у вас там добротность 10 тысяч, значит, вам нужно качать долго. Вам нужно качать ровно то же самое время, которое бы потребовалось в волне, чтобы оттуда выйти. Поэтому если у вас резонатор бесконечно добротный, вы никогда эту моду не возбудите. Если вы ее возбудите, она там будет жить бесконечно долго. Но вы ее никогда не возбудите. Вот ровно по той же самой причине. Потому что у вас возбуждение описывается коэффициентом пропускания, но и выход из резонатора описывается тем же коэффициентом пропускания. Поэтому не всегда нужно иметь идеально добротный резонатор. Если он у вас идеально добротный, то вы никогда не сможете эту моду возбудить. Это чем-то похоже на соотношение неопределенности. Как бы вы ровно в меру того, что вы эту моду можете возбудить, она у вас ровно по той же причине может и запухать. Ну вот какая-то такая история. Ну и эта история про ширину этого пика резонансного пропускания нашего резонатора. В реальных бреговских резонаторах вполне такая типичная добротность может быть тысяча, может быть 10 тысяч такие встречаются бреговские резонаторы. Рекордные это уже какие-то миллионы. Но миллионы тоже могут быть. Там уже становятся важны какие-то детали. Мне рассказывали, что там очень важно, чтобы на каких-нибудь оборванных химических связях, на интерфейсах не поглощалось электрическое поле. То есть если вы пытаетесь добиться очень-очень высокой добротности, то уже становится важным буквально атомарное качество интерфейсов. Иначе у вас именно за счет него не будет ограничиваться добротность. И это все про резонансное туннелирование и про резонаторы. Наверное, оно было на квантовой механике, но вот чем-то полезно. Может быть, мы когда-нибудь дадим задачу, не знаю, в контрольную. У меня сейчас разные мысли, что раз мы все равно сидим по домам, то можно в контрольной давать задачи, где вы что-то посчитаете на компьютере. Например, по-моему, идеальная вообще задача, ну как, у вас код же уже написан по идее. Если вы делали ДЗ, если вы его делали сами, у вас, наверное, должен быть код. По-моему, прекрасная совершенно задача. Там, я не знаю, берете диэлектрическую проницаемость, равную, ну я не знаю, сумме числа букв вашей фамилии, и после этого считаете какой-нибудь коэффициент пропускания через резонатор. По-моему, может быть, мы что-нибудь такое сделаем к третьей контрольной. Но так или иначе, это несложно. Если у вас уже набит код, то можно посчитать этот коэффициент пропускания и убедиться, что там действительно будет пик в соответствующей резонансной частоте. Все, с этим все про бреговские резонаторы, про вот эту вот нашу моду. Как говорят иногда, квазистационарная мода или там резонансное состояние. Вот она квазистационарная, потому что она может терять энергию за счет излучения. Именно если бы она была совсем стационарной, у нее бы не было мнимой части, а так она может затухать. И мы плавно переходим от резонаторов к волноводам. Резонатор от волновода не отличается по большому счету ничем, кроме того, что резонатор – это как-то обычно говорят, когда волна распространяется там поперек в планарном резонаторе. А волновод – это когда волна распространяется вдоль зеркал. Ну и мы хотим рассмотреть такой простой диэлектрический волновод, состоящий из трех слоев с проницаемостями. Значит, ε2 в центре ε1, потом ε2. И мы хотим изучать волновод, работающий на полном внутреннем отражении. Вот несколько раз уже сегодня мы вспоминали про полное внутреннее отражение. Если волна распространяется с большим волновым вектором в слое, то есть вот так вот скользящая, то, наверное, пусть ε2 еще меньше ε1. Наверное, может волна испытывать на границе полное внутреннее отражение, если падает из более плотной среды в менее плотную. Ну и тогда она будет так все время ходить в слое 1, периодически как-то там отражаясь, и жить там вечно за счет полного внутреннего отражения. На этом работают, собственно, оптовоктические волокна, благодаря которым мы с вами тут общаемся. Ну вот так у нас устроено оптоволокно. Все, что нам осталось, это найти уравнение на собственную частоту в таком резонаторе. И я, пожалуй, перед тем, как это уравнение писать, немножечко хочу на это все посмотреть, с чего полета. Но вот эта же вся конструкция очень похожа на квантовую яму. И вот вы же изучали всякие задачи, там у вас есть прямоугольная квантовая яма. В ней есть барьер какой-то, там потенциал. У от Z есть Z. Дальше здесь потенциал большой, здесь потенциал внутри маленький, и мы находим там какие-то уровни. Вот это же все очень похоже. Уравнения почти те же самые. Если то, что мы сейчас хотим изучать для эпсилона от Z, ну здесь какая-то обратная история. Наоборот, в центре эпсилон большое, снаружи эпсилон маленькое. Ну вот как-то так. Ну, в принципе, все это очень-очень-очень похоже. Ну и можно как-то попробовать воспользоваться нашим знанием. И наоборот, эпсилон 2 у нас разве не меньше, чем эпсилон 1? Ой, да, слушайте, конечно, я... Вот это на самом деле проблема. Вот плохие обозначения эпсилон 1 и эпсилон 2. Весь опыт подсказывает, что никогда не запоминаешь, кто из них внутри, а кто снаружи. Лучше всегда писать там эпсилон in, эпсилон out. Эпсилон core, не знаю, эпсилон какой-то, клейдинг. Ну вот эпсилон 1 и эпсилон 2 не делайте, как я. То есть это всегда сам забываешь потом, кто из них внутри, кто снаружи. Да, вот картинка такая, конечно, внутри. Эпсилон 1, он большой, снаружи эпсилон 2, он маленький. Ну хорошо, значит, как это все делать? Наверное, нужно сначала как-то уравнение Шредингера все очень здорово, свести к нему мысль продуктивная, но надо как-то с поляризацией разобраться, потому что у нас задача на уравнение Шредингера, она скалярная, задача на электромагнитное поле векторное, поэтому нужно какую-то выбрать поляризацию. Наверное, можно начать с ТЕ-поляризации, она попроще, и мы можем искать решение в таком виде для ТЕ-поляризации. Электрическое поле, зависящее от х от z, это есть ЕY от z, Е в степени ИКХХ на ОРД вдоль оси Y. То есть что мы говорим? Мы говорим, что вдоль оси X у нас трансляционная симметрия, и есть волновой вектор, ну вот он какой-то КХ. Теперь вдоль оси Z мы хотим решить задачу, потому что там есть какая-то неоднородность, и мы хотим получить уравнение на электрическое поле вдоль оси Z. Ну и уравнение очень понятное. Мы можем вот так написать, D2 по DZ дважды плюс омега к С в квадрате эпсила на Z. Ну давайте я сначала напишу неправильно, а потом вы меня поправите. Вот ясно такое мог бы написать уравнение на поле. Да, здесь у меня вот это Лаплессиан вроде, а это омега к С квадрат на эпсилон. Но это уравнение подозрительное, потому что в него не входит КХ. Вот что нужно поправить в этом уравнении, чтобы стало хорошо? Как-то у меня сюда КХ вообще не вошел. Так вроде начали хорошо писать, но что-то тут где-то... Что бы в этом уравнении нужно поправить? Ну мы можем стартовать с самых таких базовых уравнений Мацелла, но может быть можно там, не знаю, с чего-то. То есть какая логика? Мы ищем поле с такой поляризацией. Теперь надо его подставить куда-то в волновое уравнение и получить уравнение на ЕY. Вот я это вроде сделал, но неправильно. Ну почему неправильно? Потому что, наверное, бы КХ куда-то должен войти. Куда бы ему войти. В экспоненту? Ну, в экспоненту он... Нет, правильно. Да, в экспоненту он вроде у нас уже есть. Но как бы вот если мы уже на ЕY пишем уравнение... Ну я могу иначе спросить, какому уравнению должно электрическое поле удовлетворять? Это же у нас там волна. Значит, наверное, уравнение... Инволится. Да, хорошо. Ну то есть что-то типа вот так, наверное, да? Вот такому наверняка должно бы удовлетворять. А тогда как бы вот когда мы переходили от зеленого уравнения к уравнению на ЕY, что мы потеряли? Где мы потеряли КЗ? КХ, точнее. Как еще одно слагаемое в лакпассиане? Да. То есть как бы там, когда мы по X дифференцировали, там где-то должен был минус КХ в квадрате возникнуть. Ну то есть вот так надо написать. И я сейчас это попробую переписать более эстетично. А именно минус D2 по DZ в квадрате плюс К... Давайте даже я так напишу. Минус D2 по DZ в квадрате минус Омега к С в квадрате эпсилон от Z и КХ в квадрате тогда с плюсом. Плюс КХ в квадрате. ЕY от Z равно нулю. Ну вот зачем я все это таким образом переписывал? Чтобы аналогия с уравнением Шредингера была еще более наглядной. Смотрите, здесь минус D2 по DZ в квадрате и здесь минус D2 по DZ в квадрате. Дальше нашему потенциалу соответствует... Как бы U соответствует минус Epsilon Z с каким-то коэффициентом. А энергии соответствует минус КХ в квадрате. может быть даже главное, что потенциалу соответствует минус Epsilon Z. То есть там, где Epsilon большое, потенциал маленький. Но это и есть потенциальная яма. Поэтому, собственно, волна и хочет сидеть там, где Epsilon большое. То есть в каком-то смысле волна, полностью внутренне отражающаяся под границ слоя 1, это то же самое, что электрон, сидящий вот в этой потенциальной яме. Ровно то же самое. Просто это другой способ описания. Ну и что мы знаем про состояние в потенциальной яме? Наверное, если у нас вот это U1, а это U2, а это энергия. Ну давайте энергию... Здесь, конечно, беда, что у нас и буква E, это и электрическое поле, и энергия. Ну что делать? Я даже не знаю, но можно пытаться рисовать Epsilon большое, красивое какое-то. Ну вот в яме у нас энергия электрона сидит от U1 до U2. Что это означает с точки зрения нашего фотона? Наверное, что у нас Kx в квадрате, минус Kx в квадрате, он должен быть больше, чем минус омега к С в квадрате Epsilon 1, и меньше, чем минус омега к С в квадрате на Epsilon 2. Это я просто повторил мысль, что энергия электрона в квантовой яме от U1 зажата до U2. Для нашего фотона, который описывается очень похожим уравнением, вместо энергии у нас минус Kx в квадрате, вместо U1 у нас минус омега к С в квадрате Epsilon 1, вместо U2 у нас минус омега к С в квадрате Epsilon 2. Вот мы получаем такое условие на Kx в квадрате на волновой вектор нашей волны. Наверное, его можно как-то человечески переписать, вот без этих всех минусов. Ну, наверное, можно как-то так написать, умножить на минус 1. Тогда мы получим, что Kx в квадрате больше, чем омега к С в квадрате на Epsilon 2, но меньше, чем омега к С в квадрате на Epsilon 1. Ну, вот что означает это зеленое условие? Смотрите, чтобы эта вся конструкция работала, нужно, вот что значит, что Kx в квадрате больше, чем омега к С в квадрате на Epsilon 2. Ну, это значит, что волна не может, такая волна не может распространяться в слое 2, потому что Kz-то будет мнимым. Правда, если Kx очень большой, такой большой, что больше, чем омега к С в квадрате на Epsilon, значит, Kz в слое 2 чисто мнимый. Значит, волна там не будет распространяться. Это вот как раз история про полное внутреннее отражение. А если Kx в квадрате меньше, чем омега к С в квадрате на Epsilon 1, это означает, что в слое 1 волна может распространяться. То есть Kz там вещественный. Kz вещественный в слое 1 и мнимый в слое 2. Kz 1 вещественный, Kz 2 мнимый. Ну, или это та же мысль, что у нас слой 2 соответствует барьеру, в нем волна экспоненциально затухает. Слой 1 – это наша квантовая яма, в нем волна может распространяться. Очень хорошо. Мы задачу практически решили, потому что мы все свели уже решенные вам. Я не знаю, с Михаилом Васильевичем вы это делаете. Ну, вот на квантовой механике решенная задача про прямоугольную квантовую яму. Может быть, осталось что? Осталось, наверное, написать какое-то уравнение, которое бы дало нам энергию волны, ну, или точнее, дало бы нам Kx. Можно же так решать задачу. Вот смотрите, частота волны известна. Давайте найдем Kx. Kx у нас в задаче для электрона соответствует энергии. Ну, есть разные способы, как решать эту задачу. Можно, наверное, так, как вы делали на квантовой механике, написать волну внутри, написать волну снаружи и сшить на границе. Это такой способ здорового человека. Но мы сейчас чуточку сэкономим усилия. Мы воспользуемся тем, что уже делали на сегодняшней лекции, а именно просто посмотрим на формулу для коэффициента пропускания или коэффициента отражения даже от такой трехслойной системы. Скажите, пожалуйста, чему соответствуют условия на резонансную частоту? Вот такое самое общее, глядя на коэффициент пропускания, который у нас сегодня уже был. Ну вот, я его сейчас подсвечу. Вот на вот этот вот. До того, как мы начали все раскладывать. То есть мы потом получили эту резонансную частоту, но уже разложившись. А вот если ничего не раскладывать, чему соответствуют из этой формулы для коэффициента пропускания условия на резонансную частоту? Как бы через буквы Т и Р. В смысле подставить вместо фаз резонансные значения формул или что? Ну, я даже как бы... Да нет, даже ничего подставлять не надо. Я даже, может быть... Ну, пока не надо. Как бы просто вот... Как бы... Ну вот из этой вот желтой формулы какие должны быть условия на буквы Т, Р и Фи, чтобы мы сказали, о, это у нас резонанс? Вопрос, мне кажется, Филипп, проще, чем то, что вы отвечаете. То есть я пока не прошу конечную формулу. Я скорее путь к решению какой-то. Ну, мне кажется, что вы понимаете, что я имею в виду, но просто, может быть, это кажется слишком простым. Ну, обычно резонанс у нас, это значит, знаменатель обращается в ноль. Вот это, по-моему, основная мысль курса, если кроме того, что все нужно усреднять, резонанс — это когда знаменатель обращается в ноль. Ну, а знаменатель у нас 1 минус R квадрат Е в степени 2 и Фи. То есть, наверное, резонанс — это когда R квадрат на Е в степени 2 и Фи, это единица. Правда? Ну, а тогда... То есть по смыслу это значит, что если волна два раза отразилась от зеркал и набежала фаза, и ничего не поменялось, вот тогда мы точно в резонансе, потому что все многократные проходы, вот какие-то такие, они все будут складываться одинаково. То есть наше резонансное условие R квадрат Е в степени 2 и Фи равно 1. А что такое R уже для нашей конкретной системы теперь? Сейчас я, может быть, то есть Фи я сам напишу. Фи — это, видимо, КЗ1 на D по определению. А что такое R? Можете ли вы, может, формулу какую-то сразу сказать? То есть сейчас я уже захочу получить конкретное уравнение на КЗ1 и на КЗ2, но вот нельзя ли как-то выразить R через КЗ1 и КЗ2? А мы можем подставить Фи, условно говоря. Фи — да. Ну и получится 1, ну, Е минус и КЗ1, D. Это правильно. Нет, все правильно. Вы все хорошо говорите. Все вы хорошо говорите. Кстати, это уравнение можно же еще так упростить. Можно извлечь квадратный корень, чтобы не мучиться. Получить, что R на Е в степени и Фи — это плюс-минус 1. Фи мы можем действительно подставить. А R-то у нас чему равен для ТЕ поляризованных волн? Как функция всех этих КЗ1 и КЗ2. КЗ1 минус КЗ2 в числителе и сумму знаменателя. Да, совершенно верно. КЗ1 плюс КЗ2. А КЗ… Ну, я напишу уж на всякий случай, чтобы все формулы были. Первое. Второе — это корень из омега к С в квадрате. Эпсилон первое, второе минус КХ в квадрате. Собственно, мы видим, что у нас КЗ… Вот из этого условия видно, что КЗ1 вещественный, КЗ2 комплексный. Поэтому Р по модулю равен единице. Это и есть условия полно-внутреннего отражения. Ну все, давайте тут возьмем знак плюс 1. Это четная мода. И мы получим, значит, для четной ТЕ-поляризованной моды уравнение на собственную частоту. КЗ1 минус КЗ2. КЗ1 плюс КЗ2 на Е в степени ИКЗ1Д равно единице. Это можно разными способами переписывать. В принципе, уже хороший ответ. Но можно его, например, как-то так переписать. Я это пропущу. Но я думаю, что просто может быть у вас такая форма записи вызовет какие-то положительные или отрицательные ассоциации. Ну вот, пунктир красный я пропустил. А можно просто экспоненту всю эту преобразовать через катангенс половинного угла. И мы получим уравнение на дисперсию. У вас катангенс какой-то поехавший. Если это катангенс. Ну, СОТ. А вы его КТГ хотите назвать? А, хорошо. Я не знаю. Мне кажется, что действительно это вопрос такой дискуссионный. По-моему, в русскоязычной литературе скорее КТГ его называют. А в англоязычной сейчас он как бы КО-СОТ. Но, если хотите, можем в рамках патриотизма его и КТГ назвать. Да не, не надо следить. Я, по-моему, тут так пишу. Вот. Это уравнение на дисперсию ТЕ поляризованных четных волн в нашем резонаторе. Теперь, наверное, можно сразу догадаться, но это будет какое-то ДЗ, скорее всего, еще что-то. Но, если бы это были не четные волны, ну, наверное, там бы катангенс поменялся бы на какой-нибудь минус тангенс. А если бы это были бы не ТЕ поляризованные, а ТМ поляризованные волны, наверное, нужно было бы КЗ поменять на Эпсилон, делить на КЗ. Так же, как в коэффициенте отражения. Ну, и можно таким способом получить уравнение на дисперсию волн в нашем волноводе. Я сейчас попробую ответ нарисовать, то есть, как оно, собственно, будет выглядеть. По идее, это уравнение нужно решать численно, и, наверное, такая задача в ДЗ тоже будет. Но можно попробовать нарисовать примерно, как будет выглядеть ответ. Нет, и я хочу это сделать в осях КХ и Омега. Что нам важно про КХ помнить? Нам важно помнить, что он лежит в интервале от Омега к С на корень из Эпсилон 1 до Омега к С на корень из Эпсилон 2. Ну, или он лежит, что ли, между двумя световыми конусами. Один из них вот такой, один из них вот такой. Омега к С на корень из Эпсилон 1. Омега к С на корень из Эпсилон 2. Вот наше решение должно лежать в интервале между вот этими двумя световыми конусами. На языке квантовой ямы, вот, как бы, корень из Эпсилон, если решение близко к Омега к С на корень из Эпсилон 1, это значит, что оно лежит где-то у верхушки ямы. Яма у меня какая-то кривая, несимметричная. Ну, вот, это же у меня здесь что, 1? Нет, сейчас, вот видите, сам забываю, где у меня 1, где 2. Наоборот. Наоборот. Это 2 слой, это 1, это 2. Если и Эпсилон 1 у меня больше, чем Эпсилон 2. Замечательно. Как бы все, что можно было перепутать, мы перепутали. Это Эпсилон 1, это Эпсилон 2. Хорошо. Если КХ близок к Омега к С на корень из Эпсилон 2, это по смыслу уровень находится у верхушки ямы. Если КХ близок к Омега к С на корень из Эпсилон 1, это значит, что уровень находится у дна ямы, то есть он вообще очень плохо чувствует барьера. Как бы барьеры уже не важны. Ну и можно так сказать, что у нас глубина потенциала, глубина потенциала, это минус Эпсилон от З, но еще на Омега к С в квадрате. Вот видите, здесь же было у, а здесь минус Омега к С в квадрате на Эпсилон от З. Поэтому если частота маленькая, это означает, что яма мелкая, потому что потенциал наш эффективный, он мелкий. Ну, то есть вот это минус Омега к С в квадрате на Эпсилон 1 минус Омега к С в квадрате на Эпсилон 2. Если частота маленькая, то наш уровень лежит где-то у верхушки ямы, он в ней не глубоко. В мелкой яме уровень лежит у поверхности. Ну и это означает, что вот где-то здесь у нас ХХ. Он ближе к нижнему световому конусу. Если частота большая, это значит, что яма глубокая. Ну или иными словами, можно говорить, что там резонатор толстый, еще как-то. Ну вот где-то в этой области при большом Омеге у нас волна будет очень хорошо локализована внутри резонатора. Ну или наша яма потенциально глубокая, вот потому что Омега к С в квадрате большая. Значит, наша энергия будет у дна ямы. То есть, КХ будет где-то вот здесь вот, близок к Омега к С на корень из Эпсилон 1. Ну а значит, закон дисперсии будет устроен ну вот как-то так вот. Он сначала будет ближе к Омега к С на корень из Эпсилон 2. Потом он где-то перестроится в Омега к С на корень из Эпсилон 1. Ну и характерная КХ, при которых такая перестройка произойдет, порядка, видимо, С на Д на корень из Эпсилон 1. Вот так устроена дисперсия волн в резонаторе для ТЕ. Волн и для четных ТЕ. Ну и четные, то есть под четными я подразумеваю, что у меня мода распределения ЕY симметрично относительно центра резонатора. Все, с этим все. По-моему, где-то у меня эта картинка здесь. Ой-ой-ой. Ой, беда-то какая. Слушайте, а так все убедительно звучало. Звучало очень убедительно, но значит все наоборот. Какая беда. Значит, хорошо, я тогда эту картинку просто сотру. Мне кажется, что все слова мы произносили правильные, но вот это я, это косяк. Потому что, конечно, Омега это ЦК делить на корень из Эпсилон. Поэтому, то есть слова все правильные. Эпсилон 1 больше, чем Эпсилон 2. Поэтому Омега это ЦК. Я как бы нарисовал, я даже сейчас все, я знаю, как я поправлюсь. Это правильная очень картинка, только оси здесь не те. Здесь просто не те оси. Если это КХ, а это Омега, тогда все очень хорошо. Тогда картинка правильная. Просто я рисовал КХ как функцию частоты, а не частоту как функцию КХ. Тогда все правильно. Ну и можно ее повернуть на 45 градусов. Если ее повернуть на 45 градусов, будет частота как функция КХ. Опять же, вот здесь у нас это где-то мелкий резонатор, здесь глубокий резонатор. Здесь волна плохо локализована в слое. Ну вот последнее я, может быть, нарисую, что где-то здесь у меня резонатор тоненький, и волна в нем локализована вот как-то очень слабо. А здесь у меня картинка какая-то такая, что резонатор большой, и волна в нем локализована очень хорошо, а наружу уже выходит гораздо меньше. Поэтому вот где-то здесь волна сидит в основном в слое 1, и, соответственно, у нее показатель преломления эффективный – это эпсилон 1, а здесь волна сидит в основном снаружи, и поэтому она распространяется как бы с показателем преломления эпсилон 2. Все, на сегодня все. То есть картинка была правильная, просто оси были не те нарисованные. Мы разобрали два типа резонаторов. Мы разобрали бреговский резонатор, разобрали планарные волноводы. На этом мы все заканчиваем на сегодня, и более того, мы все заканчиваем с плоскими задачами вообще на этот курс. Оставшееся время будем изучать обратно всякие шарики. Спасибо большое. До свидания. Не болейте. До встречи. Спасибо. Вы тоже не болеете. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok